Здравствуйте! Вы смотрите новости на Первом Независимом в студии Виктор Соловьев, спонсор выпуска ресторан быстрого обслуживания Мастер Бургер. И сейчас коротко о главных темах этого дня. Затратное нововведение. Обязательная маркировка товаров влечет за собой дополнительные траты для бизнеса. 300-метровая георгиевская лента, масштабная копия знамени Победы и икона Божьей Матери. В Чите встретили всероссийский автопробег в честь юбилея Победы. Сколько можно ждать? Читинская семья не может получить законную квартиру уже почти 10 лет. Теперь обо всем по порядку. Очередной парадокс в распределении жилого фонда. Семья, которая стоит в очереди на получение квартиры по социальному найму, уже 8 лет не может добиться жилплощади. В то время как те, кто согласился оформить договор специализированного найма, уже получили свое жилье. В чем фокус, разбирались мои коллеги. В Забайкалье сохраняет свою актуальность проблема обеспечения жильем детей-сирот. Еще в прошлом году на этот вопрос обратила внимание уполномоченная по защите прав ребенка в России Анна Кузнецова. По ее словам, на тот момент в регионе уже было более 600 судебных решений о предоставлении квартир. По информации Управления Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю, в год на город происходит закупка пяти семи квартир. Очередь движется крайне медленно. Вот и семья Красовых ждет положенное жилье уже 8 лет. За это время супруги родили троих детей и сменились десяток съемных квартир. Очевидно, что темпы образования очереди не соответствуют темпу строительства. Да и качество возводимых домов вызывает массу вопросов. Вспоминаются несуразные строения в застепи. Семье Артема такой вариант тоже предлагали, но он, естественно, отказался. Ну да как там, на отшибе стоит, там ничего нету, ни воды, ни школы рядом. Школа ближайшая, это в самой застепи, в поле дома стоят. Ничего хорошего там нет. Теперь макеты, по-другому их назвать нельзя, стоят пустыми или частями разворовываются. А ведь на их строительство еще Наталья Жданова выделяла 197 миллионов рублей. Деньги потрачены впустую, люди так и продолжают ждать, переезжая с одной съемной квартиры в другую. Муж работает, зарплата 25 тысяч, нетрудоустроен, прописки нету. Официально на нормальную работу никуда не устроишься. Штрафы, что прописки нету. Вот сейчас опять мы прописывались на полгода, штраф заплатили 2 тысячи. И сейчас вот опять нужна прописка, опять штраф. Уполномоченная по защите прав ребенка в России Анна Кузнецова предлагала в качестве решения проблемы социальные гостиницы или компенсацию найма жилого помещения. Это предложение она озвучила на федеральном уровне. Местные же власти тоже никакой помощи не оказывают, только посылают. Из одного ведомства в другое. У Красовых должником выступает администрация городского округа город Чита. Попасть на прием к мэру или губернатору, рассказывают супруги, нереально. А в бесконечных отписках одно и то же – денег нет. Предлагают поменять очередь соцнаема на спецнаем. Ваше обращение на имя губернатора Забайкальского края рассмотрено. Для этого они дополнительно сообщают, что Красов АЭМ имеет право на замену должника по делу с администрацией городского округа города Читы на Министерство труда и социальной защиты населения края. Они нам предлагают менять очередь, чтобы должник поменялся. Но мы не хотим этого делать, потому что мы уже были там, мы уже спрашивали. Они сказали, вам не нужно менять, будете еще в то же время стоять. Приставы отвечают, что очередь по соцнаему, судя по количеству закупаемых квартир в год, подойдет только через пару лет. В настоящее время квартиры выделяются по сентябрь 2012 года, если решение суда вступило в законную силу в этот период. Поскольку у него вступление решения суда в законную силу – это октябрь 2012 года, то примерно порядка 10 человек перед ним находится в данной очереди. Специалисты советуют сменить очередь и встать на контроль Министерства труда и социальной защиты населения. Те, кто получил исполнительный лист в октябре 2012 года и встал в очередь на спецнайм, по словам приставов, уже давно получили жилье. Октябрь 2012, который у него уже вступил в законную силу, данный период уже закрыт. Квартиры выданы людям. То есть, соответственно, если он принесет, грубо будем говорить, он первый будет в очереди. Однако люди неохотно меняют очередь. И это естественно, ведь у нанимателя такого жилья нет некоторых прав, предоставленных квартиросъемщикам по договору социального найма. Например, нельзя совершить обмен или сдавать помещение другим лицам. К тому же максимальный срок спецнайма – 5 лет. И это всегда возмездный договор, в то время как по социальному найму жилые помещения предоставляются бесплатно. Красовы свое решение приняли, будут ждать, пока подойдет очередь. А пока искать другую съемную квартиру, в которую их впустят с тремя детьми и не заломят слишком высокую цену. К другим темам. Новая веха или очередная трудность для предпринимателей? С 1 июля начала действовать обязательная маркировка еще на ряд товаров. Это табачные изделия, обувь, одежда и лекарства. Повлечет ли это действие за собой сокращение нелегальной продукции или скажется на финансовом положении бизнеса в худшую сторону? Все подробности смотрите в нашем сюжете. Свою точку зрения по поводу обязательной маркировки предприниматели высказали еще в декабре 2019 года. Тогда представители Роспотребнадзора пытались убедить, что это необходимая мера для развития коммерческой деятельности. В противном случае, если маркировка соблюдаться не будет, бизнес ждут неминуемые штрафы, обязательные работы и даже заключения под стражу. Сбояться данных проверок не стоит. Стоит им лучше подготовиться, вести учет в своей продукции, обеспечить наличие маркировки как обязательной средствами идентификации, то есть уникальные входы, так и маркировки, которые пересмотрены техническими регламентами. Однако в этом новаторстве бизнесмены видят больше негатива, чем положительного результата. Самое страшное для бизнеса – это, конечно же, затрату на маркировку товара, повышенные налоги, дополнительные траты на приобретение программного обеспечения и его дальнейшую поддержку. Убытки уже предварительно подсчитывают в миллионах. И, как правило, в итоге все это отразится и на самом потребителе. Мы должны сразу автоматически перейти или на общее налогообложение, или на УСН. УСН – налог, который будет в 5-6 раз больше, чем и сейчас по НВД хватит. Вот для себя я приняла такое решение, что я углом не торговать не буду. Налог по УСН такой, что мы, в общем-то, все обсчитали, в принципе, мы уже знаем, что это нереально. Если я плачу сейчас в год 600 тысяч, это у меня можно посчитать, это просто. То я должна буду платить 2 миллиона 880. У меня реально таких денег нет. Прежде всего маркировка – это необходимость финансовых затрат. Причем затраты немалые. Казалось бы, что, например, крупные сети, можно было подумать, что вроде бы малый бизнес больше всех пострадает. Но у крупных сетей тоже возникают проблемы, потому что у них очень много магазинов и затраты очень большие. По факту у нас получается, что там, где вводится маркировка, там начинаются отчисления, честный знак. Ну, то есть, это как-то вот не совсем правильно. Торгово-промышленная палата Забайкальского края тоже пыталась достучаться до регионального правительства с просьбой отменить или хотя бы отложить маркировку. Ведь сейчас в условиях пандемии бизнес и так переживает не лучшие времена. Заморозка или вообще полное закрытие различных предприятий и сфер услуг – вот настоящая головная боль представителей бизнеса. А тут еще и контрольный удар в виде обязательной маркировки. Сил и средств, чтобы все это освоить, хватит далеко не всем предпринимателям. И, как показывает практика, этапы внедрения новой системы не проработаны. Есть вероятность возникновения теневого бизнеса, его уход в другие регионы или вовсе прекращение дел многих бизнесменов. Жители улиц Вокзальная и Шестиперова снова бьют тревогу. После нескольких дождливых дней к их домам вплотную подошла вода. Если осадки будут продолжаться, их участки окажутся затопленными. Проблема эта не новая и ситуация повторяется из года в год. Городские власти о ней знают. Кроме того, глава администрации Читы лично обещал жителям помочь. В проблеме разбиралась Светлана Тулунова. Улицу Вокзальную в Чите уже пора переименовывать в многострадальную. Грустно шутят местные жители. Действительно, проблем здесь много. Самая известная из них – это борьба с ООО «Комплекс» – бывшим гортопом. Предприятие, на котором ведется открытая перевалка угля, находится практически за забором. Отсюда вечная пыль, грязь и шум. Летом эта проблема отходит на второй план. Гораздо важнее сейчас, говорят люди, не утонуть. Всего несколько дождливых дней и перед домом Андрея Дубинина образовалась огромная лужа. Еще пару хороших ливней и вода зайдет на участок. Так уже было несколько раз и не только у Андрея. Подтапливало огороды, подполье, размывало фундаменты домов. Вот Забайкальский край, город Чита, район, остров. Тонем без наводнения. Удивительно, но еще в октябре прошлого года Забайкальская краевая прокуратура обязала администрацию города построить ливневую канализацию в районе улиц Вокзальная, Гончарова и Лесозаводская. Срок был дан один год. Получается, время поджимает, а выполненной работы все нет. Более того, в марте этого года здесь прошла большая встреча жителей и городских властей. Последние обещали, что решат все проблемы. Прошло два месяца, как мы встречались с администрацией города Сапожниковым, со всеми прокурорами всяческих инстанций, природных ресурсов. Очень много было народу. И все хором были на нашей стороне, все обещали и говорили, ну да, конечно, так жить нельзя, так жить невозможно. Так это еще не было вот этой самой лужи, которая образовалась в течение вот этих трехдневных дождей. И поэтому мы снова кричим, ну верните свои обещания нам, ну помогите нам. Андрей Дубинин говорит, что ситуация с подтоплениями обострилась в прошлом году, после того, как предприятие, занимающееся углем, сделало отсыпку дороги у своей базы. В прошлом году осенью организационного комплекса на въезде в свою базу подняли уровень дороги очень сильно высоко каменным грунтом. И тем самым они перекрыли отвод воды от наших домов. Вода стоит долго, сейчас она прокиснет и начнется запах невыносимый. И без того плохую дорогу еще больше разбивают большегрузы, которые едут на оптовые базы, располагающиеся на территории ООО-комплекс. Движение не прекращается ни днем, ни ночью. Машины поднимают пыль и мешают спать жителям. На последней встрече Александр Сапожников обещал, что совместно с ГИБДД установит здесь дорожные знаки, запрещающие проезд к грузовому транспорту. Спустя два месяца знаки так и не появились. Люди недоумевают, сколько еще ждать. Вокзальные знаки мы, по-моему, Александр Николаевич, должны вот-вот сгонить, согласовали, да? Через комиссию пройдут, извините. Мы там поставим знак, грузовые запрещено. На следующий год мы эту улицу проектировать будем, чтобы сделать асфальтирование. Потому что там все-таки асфальта нет. И проект ливневки. И проект ливневки. Обязательно предусмотрим проект ливневки. То, что касается у нас той улицы, это у нас не вокзальная, а следующая, мы ее уже делаем. Знаки когда, через сколько месяцев появятся? Ну, как у нас комиссия пройдет согласование с ГИБДД? Мы сразу установим. Ну, этим летом можно надеяться ждать? Да, конечно. Так мы сами, не то что надеяться, мы сами хотим это сделать. Светлана Тулунова, Ирина Петрова, ЗАП-ТВ. Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа из-за пандемии коронавируса. Ранее ведомство предлагало возобновить международный полет из 15-го. Июля, как пояснил источник РБК в Белом доме, речь идет не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд в зарубежные страны. Для начала необходимо убедиться, что авиаперевозки внутри страны безопасны. Об этом заявил ранее министр транспорта Евгений Детрях. Все зависит от эпидемиологической ситуации в стране и за ее пределами, говорят чиновники. Напомним, с 1 июля Евросоюз разрешил въезд гражданам Австралии, Алжира, Грузии, Черногории, Таиланда, Японии и других стран. По данным Минтруда Забайкальского края, на 2 июля количество официально зарегистрированных безработных составило 25 073 человека. Об этом сообщается на официальном портале края. В соответствии с данными Минтруда России о ситуации на рынке труда, Забайкалье вошло в перечень регионов с высоким уровнем безработицы с показателем 9,5% от численности рабочей силы. Замглавы Роструда Денис Васильев сообщал, что количество безработных в России достигло 27 миллионов человек. Ранее министр экономического развития края Александр Бордалеев отмечал, что пандемия коронавируса выявила большую долю работников, которые трудятся неофициально. Федеральная антимнопольная служба фиксирует незначительный рост цен на бензин. Он был связан с выходом страны из режима самоизоляции. Об этом заявил журналистом начальник управления регулирования тэкохимической промышленности ведомства Армен Ханян. С его слов, на короткий промежуток времени спрос сильно превысил предложение. Но в настоящее время он стабилизировался. Розничные цены растут в пределах инфляции, резких скачков нет, отметил представитель антимнопольной службы. По итогам первого полугодия 2020 года квартиры подорожали в новостройках 63 из 70 крупнейших городов России. В семи они подешевели. Самый значительный рост зафиксирован в Сочи, где квадратный метр прибавил в цене больше 15%. Об этом говорится в материалах портала МирКвартир. За последние полгода цены на первичном рынке недвижимости России в среднем поднялись на 6%, подсчитали аналитики. Помимо Сочи, массово подорожало жилье в Кемерове, Улан-Удэ, Туле и Тюмени. В число городов с подешевевшими новостройками вошли Нижний Тагил, Грозный, Курган, Магнитогорск, Астрахань, Киров и Москва. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Вернемся через пару минут. Не переключайтесь. Выбери любимый бургер на сайте и закажи на месте. В Макси. 7 минут. И сочный мастер-бургер, сытный мастер-делюкс, горячий мастер-фиш, аппетитный чикен и легендарный черный принц у тебя в руках. А еще острые крылышки, наггетсы и сырные палочки на закуску. Все вопросы по телефону на экране. Ищи нас в ВКонтакте, в Инстаграм и, конечно, на сайте. Шилова 100. Возьми свой бургер с собой. Вы смотрите новости на ЗАПТВ. Идем далее. Читак, как и весь Забайкальский край, боится затяжных проливных дождей. Потоп 2018-го заставил людей вспомнить, что такое водная стихия. И отголоски катастрофы забайкальцы помнят до сих пор. Некоторые уже научились защищаться от потоков дождевой воды. Но не всегда эта защита получается правильной. Ведь за нее потом приходится еще и платить. Село Смоленко, улица Советская. В 2013 году жильцы увидели на дороге ровный асфальт. Но спустя несколько лет на одном из участков после обильных дождей начала появляться огромная лужа, которая стремительно наводняла расположенные вблизи участки. Ксения Кондратьева после недавнего дождя на протяжении 12 часов пыталась обезопасить огород и дом от наводнения. Но стихия в конечном итоге одержала верх. Трагедия действительно очень большая. Она просто огромная. Люди не знают уже как спастись. Спасти свои огороды. Вода льется с асфальта. Как бы администрация вообще бездействует. Мы пытались спастись своими силами. Пытались и лопатами, и грунт где-либо взять вообще. Ну, в принципе, как бы его невозможно такими количествами привезти. Дождь все равно как бы продолжала лить и лить. В оконцовке уже была последняя капля. Я поехала в администрацию, написала заявление. На что администрация мне сказала. Не плачьте, администрация вам поможет. Все будет в порядке. Мы спасали дальше своими силами уже до пол первого ночи. В 13-м году, когда избирался Щербаков, имя, отчество, не помню, делали дорогу. Он пообещал, что он тут зальет и бордюры, что не будет ничего смывать. Когда выборы прошли, его выбрали. Ну и все. Естественно, никто ничего не сделал. Нас потом мы опять обратились, нас послали прямим текстом. Попытки заставить представителей администрации обратить внимание на проблему успехом не увенчались. Отчаявшись, люди начали мастерить защиту от воды самостоятельно. Вкапывали старые автомобильные покрышки, засыпали грунтовые песчаные дамбы и даже заливали бетонные бордюры. Но, как оказалось, делать этого ни в коем случае нельзя. На протяжении более 20 лет люди ежегодно страдают от переизбытка воды прямо под носом администрации. А те, в свою очередь, обращают внимание лишь на нарушения. Нам пришлось своими силами за свой счет заливать этот бордюр, чтобы нас не топило. Вот нынче он нас спас. И они быстро прилетели сюда все с администрации, вот это все фотографировали, сказали нам ждите штраф. Штраф, говорят, они 40 тысяч. Люди категорически отказываются получать какие-либо штрафы. Деньги, потраченные на защиту своих домов, исчисляются десятками тысяч на одну семью. А тут еще и штрафами пугать начинают. Мы решили спросить личного главы Смоленки, так ли это на самом деле. Выезд был, на место фотографирования было. Ну, а штраф это преувеличение. У нас нет таких полномочий налагать штраф. Но у нас существует определенная процедура. То есть выписывается предписание. В дальнейшем мы можем передать на административную комиссию материалы для рассмотрения. И в конечном итоге, если люди откажутся демонтировать свои постройки, административного взыскания не избежать. Что же касается помощи с затоплением, Виктор Люц считает, что пострадавшие виноваты сами. По его мнению, самовольные постройки не дают возможности создать водоотвод и избавить жильцов от наводнения. Они создают в будущем себе проблему, устраивая, ну скажем так, незаконные устройства бордюров вплотную к дорожному полотну, которые препятствуют естественному стоку воды. И что создаст накопление воды, ну и в конечном итоге когда-то прорыву этих бордюров. Что и произошло. Стоит отметить, что на сегодняшний день ситуация уже находится на контроле отдела дорожного строительства Читинского района. В скором времени обещают создать рабочую группу и посетить это место, чтобы понять, как на самом деле можно помочь утопающим. Мы обязательно продолжим тему в следующих выпусках новостей. Виктор Соловьев, Анастасия Шадрина, ЗАП-ТВ. Юбилей Победы приготовил Читинцам множество приятных неожиданностей. В крае проходят памятные мероприятия, мемориальные доски становятся главным украшением многих зданий. Но самое масштабное событие, необычный автопробег из Приморья в Москву только набирает свое силу. Патриоты нанесли визит и в столицу Забайкальского края. Прошло 75 лет с победного мая 1945 года. Сегодня уже растет четвертое поколение людей, не знающих тягот и ужасов военных лет. Но в наших сердцах хранится память о подвиге наших прадедов и дедов. Они шли в бой, не зная страха, чтобы сегодняшнее поколение не ведало горя. Какие они настоящие герои? Простые ребята со двора на первый взгляд незаметные и скромные. И думается, что богатыри остались в прошлом, а веры в нынешнюю молодежь вроде как и нет. Но, к счастью, смельчаки никуда не делись. Просто их невозможно увидеть на обложках журналов и газет, но можно встретить на таких вот мероприятиях. Здесь сплетаются воедино сила и патриотизм. Вы знаете, Великая Отечественная война закончилась. 75 лет в этом году мы отмечаем. Вся страна гордится этой юбилеем. Мы, участники боевых действий, приняли эстафету от участников Великой Отечественной войны. И наша задача, прежде всего, сохранить эту историю, историю нашей победы и передать ее молодому поколению. Необычное мероприятие, прошедшее на мемориальном комплексе Парка Победы, собрало военных разных возрастов. Среди пришедших юнормейцы, десантники, спецназовцы, ветераны боевых действий. Повод весомый. В Читу приехали настоящие герои. Ребята, рискнувшие отправиться через всю страну, чтобы пронести победное знамя. Участники автопробега начали свою миссию во Владивостоке. 22 июня отправились в путь на автомобиле «Газ М-20 Победа». Долгожданный финиш в Москве на Поклонной горе. 2 сентября, в день окончания Второй мировой войны. Ребята едут по стране не с пустыми руками. Везут главный символ русского мира. 300-метровую георгиевскую ленту и масштабную копию знамени Победы. Не забыли и о святыне. Казанская икона Божьей Матери будто бы охраняет от невзгод, что могут случиться в пути. Главная цель – добраться до столицы в положенный срок, чтобы выполнить основную задачу. В первую очередь, это сохранение исторической памяти. Когда англосаксы и их сателлиты пытаются нам переписать историю, такие массовые патриотические мероприятия, они являются, знаете, во-первых, современными, а во-вторых, вот посмотрите, у нас мероприятие закончилось. Почему люди не расходятся? Они одухотворяют. Очередной митинг, посвященный 75-летию Победы, будто бы урок для подрастающего поколения. Настоящую выдержку показали юные патриоты, выстроившиеся на плацу. Такой силе духа может позавидовать любой взрослый. Простоять на жале в своей колонне, чтобы после прикоснуться к красочному полотнищу, сохранив такое великое событие в своей памяти. Меня переполняет чувство гордости за то, что в нашей стране, ну, расцветает, так скажем, патриотизм, то, что молодежь привлекает к различным таким мероприятиям, чтобы ничего не забывалось. И как наши великие прачуры мы всегда обращаемся к опыту предков. Вспомним эти слова, Александр Невский. Идите все по городам и весям и скажите, Русь жива. Но если кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. Благотворительный фонд «Спасательный круг» рассказывает о забайкальцах, которым срочно нужна помощь. Уже на протяжении двух лет он дарит надежду на спасение людям с тяжелыми заболеваниями. Подробнее о фонде расскажет Оксана Суслина. «Спасательный круг», вовремя оказавшийся в руках нуждающихся, может спасти не одну жизнь. В этом уверены зрители ЗАП-ТВ, которые жертвуют средства для тяжелобольных людей. Миллион рублей – сравнительно небольшая сумма, которую за время работы фонда удалось собрать. Эти средства уже помогли полностью или частично оплатить дорогостоящие курсы лечения больных онкологией и другими тяжелыми заболеваниями. Фонд вместе с вами делает все возможное для того, чтобы обратившийся смог получить лечение и поскорее вернуться к полноценной жизни. На сайте «Спасательного круга» и в эфире телеканала мы рассказываем истории тех, кому эта помощь действительно нужна. Для кого-то достаточно одного курса лечения, а кому-то средства нужны регулярно. И мы стараемся не оставлять наших подопечных с такими проблемами один на один. Снова и снова мы обращаемся к нашим зрителям с просьбой о помощи. Каждая переведенная вами сумма находит своего адресата. Благотворительные компании нашего фонда – это чьи-то жизни. Это не абстрактное выражение, а реальные люди, которым зачастую просить о помощи больше не у кого. На нашем сайте вы можете совершить перевод, посмотреть отчеты или задать свои вопросы. Мы ответим каждому. Также мы часто слышим вопрос, почему нужно переводить средства именно через фонд, а не на личный расчетный счет заявителя. Но именно так мы можем иметь полное представление о необходимой сумме, а вы – подробный отчет. За время своей работы мы помогали забайкальцам во время наводнения, пожаров, не только деньгами. Проводили сбор теплых вещей и предметов первой необходимости. Вместе собирали детей в школу. Это помощь настоящая и самая своевременная. Ведь люди обращаются к фондам именно тогда, когда больше ждать ее неоткуда. Сегодня с нами уже более тысячи забайкальцев, а каждое новое пожертвование – это шанс помочь. Ведь именно боготворительность – направление, где нет места амбициям. А главная и единственная цель – это помощь тем, кому это так необходимо. Оксана Суслина, ЗАПТВ. На сегодня это все новости, которые мы успели вам рассказать. Оставайтесь с нами и будьте в курсе самых интересных новостей. Желаю вам приятных выходных. Далее смотрите прогноз погоды. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на канале ЗАПТВ. Спонсоры показа – магазины Интимиссими и Кальцедония. Мое идеальное нижнее белье – Интимиссими. Интимиссими. Роскошное нижнее белье для женщин и мужчин. Пожалуй, лучший подарок в наше время. Макси Шилова 100. На календаре суббота – 4 июля. В этот день будет переменная облачность и слабый северо-восточный ветер. Максимальная температура воздуха днем составит 27 градусов тепла. Ночь у нас ожидает плюс 14. О погоде – это все. Берегите себя и своих близких. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова